Хэллоуин был моим любимым праздником. Это было единственное время года, когда можно было стать кем угодно. Вы могли бы вытащить свои самые темные желания и показать их миру. Никто не подумает, что ты странный, потому что ты тот, кем всегда хотел быть. Не было никакого осуждения за ваш выбор одежды и часто вас хвалили за этот выбор. Затем в конце ночи вы получили награду за свои усилия в виде мешка полного конфет. Я слишком стар, чтобы ходить от двери к двери, выпрашивая угощения. Но мне нравится смотреть, как мои дети делают то же самое. За несколько недель до этого мы позволяем им выбрать свои костюмы. Они слишком молоды, чтобы углубляться в ужасное и обычно заканчивают тем, что выбирают персонажа популярного фильма или телешоу. Я всегда напоминаю им, чтобы они сказали «Сладости или гадости», прежде чем дверь откроется. Так было уже несколько лет. Но я начинаю сомневаться в этой традиции, особенно после посещения дома на улице строителей номер 113. В прошлом году мы обошли весь наш район. Мы старались подходить только к тем домам, где горел свет на крыльце, что было негласным правилом. Наша ночь почти подошла к концу, когда мы добрались до дома, который пустовал в течение последних двух лет. Он был самым большим в нашем районе, возвышаясь на два этажа, в то время как все остальные имели только один этаж. Это было большое кирпичное чудовище, которое, возможно, когда-то было красивым. Но сейчас дом явно нуждался в ремонте. Это был дом, о котором большинство детей рассказывали страшные истории. И когда мы увидели тусклый свет, желтые лампочки, я не был уверен, что позволю своим детям приблизиться. Мой старший умолял позвонить в дверь, а младший просто хотел еще немного конфет. Я был в меньшинстве и уступил их мольбам. Моя жена сидела в машине, а я следовал за мальчиками по пятам. Они поднялись по ступенькам на крыльцо, а я остался ждать внизу. Как всегда, я напомнил им, что нужно сказать. Мой старший сын взял брата за руку и нажал на кнопку звонка. Звонок эхом отозвался в доме, на мгновение, прежде чем снова погрузиться в тишину. Через несколько секунд они вопросительно посмотрели на меня. Дверь никто не открывал. Я начал думать, что хозяева просто ушли или оставили свет включенным на случай, если они вернутся и уже стемнеет. Я помахал детям, чтобы они возвращались к машине и сказал, что мы просто поедем домой. Разочарование на их лицах сказала мне, что они еще не готовы закончить эту ночь. Их лица засияли, когда дверь со скрипом ожила, и чей-то голос попросил их подождать. Сладость или гадость? Взглизнули они оба от возбуждения. Чувство прокатилось во мне подобно грому, и сигнал опасности зазвенел в моей голове. Что-то было не так. Я инстинктивно двинулся к детям, делая шаги прыжками. Какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что они не должны идти на этот голос. И я кричал, чтобы они отошли от двери. Я выбираю и то, и другое. Две оборванные руки выскочили из раздвинутого прохода и втащили обоих моих маленьких мальчиков внутрь. Их хрики эхом отдавались в моей голове. Адреналин бросил меня вперед, на мое тело ударилась о закрывающаяся дверь. Я стучал несколько раз, выкрикивая всевозможные непристойности. Мое тело сильно затряслось от волнения. Вся эта сцена привлекла внимание моей жены, и вскоре она оказалась прямо позади меня. Пытаясь найти вход, я отступил на шаг. Поднял правую ногу и изо всей силы ударил ею по двери. Дверной косяк разлетелся в дрибельске. Я в ужасе закричал, спасая своих маленьких мальчиков, и бросился в каждую комнату. Весь смысл моей жизни был похищен в одно мгновение, и я отреагировал слишком поздно, чтобы спасти их. Когда дом был полностью обыскан, но безрезультатно моя жена позвонила в полицию. Мы оба держали друг друга, пока сирены не осветили наш крошечный район. Прошел уже год, и мы до сих пор не знаем, что случилось с нашими детьми. Моя жена отдалилась от меня, и я уверен, что она винит меня в том, что произошло. Я не виню ее за это. Я виню себя. Если бы я не отпустил их и прислушался к своим чувствам, они оба все еще были бы здесь. Хэллоуин – это уже не время веселья для нас, а напоминание о наших ошибках. Я даже не выхожу из дома в эту ночь, и даже при виде тыквы слезы текут по моему лицу. Особенно тяжело ехать домой с работы, наблюдая за домами, которые украшают по этому случаю. Пожалуйста, если вы смотрите это видео, не позволяйте своим детям подходить к дому-113 на улице Строителей. Жила-была девочка. Жила одна с папой и маленьким братиком. У нее не было мамы. Девочка очень скучала без нее. Когда папа уходил на работу, он предупреждал девочку. «Никому дверь не открывай, особенно человеку с черным лицом». И вот однажды, когда папа был на работе, раздался стук в дверь. Девочка не послушала папу и открыла дверь. На пороге стоял человек с синим лицом, и он сказал. «Девочка, я могу вернуть твою маму, но за это ты мне должна отдать братика». Девочка отказалась и закрыла дверь. На следующий день к девочке пришел человек с красным лицом. «Девочка, я могу вернуть твою маму, но за это я заберу твоего папу». Девочка отказалась и закрыла дверь. Когда папа вернулся с работы, девочка рассказала ему о том, что приходил человек с синим лицом. А потом человек с красным лицом. Папа сильно рассердился и сказал, чтобы девочка больше никогда никому не открывала дверь. На следующий день, когда папа ушел, снова раздался стук в дверь. Девочка посмотрела в глазок на двери и увидела человека с черным лицом. «Девочка!» – из-за двери сказал человек с черным лицом. «Я могу вернуть твою маму, но не буду забирать ни твоего братика, ни папу». Девочка обрадовалась и открыла дверь. Человек с черным лицом вошел и сказал, «Но я заберу тебя». Когда папа вернулся домой, он увидел открытую дверь и большое черное пятно на полу. А девочки и братика не было. Человек с черным лицом обманул девочку и забрал вместе с ней и ее братика. Папа девочки достал керосин, вылил на черное пятно и поджег его. Пятно сразу же вспыхнуло черным пламенем и послышался крик. Когда сгорел весь дом, папа девочки купил билет на поезд и навсегда уехал в другой город. Плачущий дом Одна девочка пошла в школу. Там у нее появились новые подружки и они стали вместе возвращаться домой из школы. Каждый раз они проходили мимо старого дома, мрачного дома. Подружки сказали девочке, что это плачущий дом. Плачущий? Почему? Потому что иногда слышно, как кто-то плачет в доме, хотя там уже много лет никто не живет. Еще они предупредили, что возле дома пропадают дети, особенно когда слышен плач. Поэтому если она услышит плач, пускай быстрее убирается оттуда. Так что держись от этого дома подальше. Но сколько раз девочка не ходила мимо плачущего дома, никогда не слышала, чтобы кто-то плакал. Однажды холодным осенним днем девочка одна пошла домой из школы и увидела, возле плачущего дома стоит какой-то мальчик. Эй! Позвала девочка, вспомнив разговоры подружек. Ты услышал, что кто-то там плачет? Нет, никто там не плачет. Не нужно идти туда. А я и не собирался. А знаешь, кто там жил? Вдруг спросил он. Девочка покачала головой. Одна семья. У них была дочка, примерно как ты. Они жили здесь счастливо, пока у них не появился второй ребенок. Так это же хорошо, вдвоем детям будет веселее. Мальчик покачал головой. Нет, девочке не понравилось, что родители стали больше любить второго ребенка. Поэтому взяла на кухне большой нож и отрезала ему голову. А родители? А родители, когда все узнали, испугались. Запрали девочку и уехали. Куда, никто не знает. Ты врешь? Нет, идем, я тебе все покажу. Но девочка испугалась. Не пойду. Не бойся, мы не будем заходить в дом. Сказал мальчик и пошел в обход, далеко обходя кусты крапивы. Девочка пошла за ним. Они обошли дом и остановились возле самого старого дерева. Оно было совсем без листьев. Возле дерева была выкопана неглубокая яма. Вот здесь. Они закопали его здесь. Кого? Мальчика с отрезанной головой. А ты откуда об этом знаешь? Мальчик поднял высоко голову и девочка увидела на его шее страшный шрам. Она хотела закричать, но не смогла. Хотела убежать, но ноги будто приросли к земле. Зачем ты это сделала? Что сделала? Зачем ты отрезала мне голову? Девочка покачала головой. Нет, это была не я. Я никогда бы такого не сделала. И она заплакала. А мальчик стоял и смотрел на нее. Люди, которые проходили мимо старого дома, слышали плач и старались быстрее уйти подальше. Один мальчик пошел поздно вечером кататься на санках. Только ни с кем не меняйся санками, предупредила мальчика мама. Особенно, если санки будут красные. Когда мальчик пришел на каток, там никого не было. Только стояла одинокая бабушка. И возле нее стояли красивые красные санки. Мальчику понравились бабушкины санки. И он подошел поближе, чтобы посмотреть на них. Красивые? Спросила у мальчика бабушка. Очень красивые, ответил мальчик. Давай поменяемся, предложила бабушка. Мальчик так обрадовался, что забыл о том, что ему говорила мама. Он отдал бабушке свои обычные санки и забрал красные. Бабушка взяла санки мальчика и быстро ушла. А мальчик взял красные, забрался с ними на горку, сел и покатился вниз. Красные санки легко скользили. Но когда они скатились вниз, мальчик превратился в старика. Красные санки выпили у него всю его жизнь. Хорошо, что его папа шел как раз с работы и все видел. И как его сын с санками поменялся. И как он ехал с горки. А в это время старуха превращалась в девочку. Тогда отец схватил эту девочку, убрал старика из санок, усадил туда ее, пнул санки и они заскользили с горки. Старик стал обратно превращаться в его сына. Старуха стала угрожать папе, но он взял и разломал красные санки. В тот же момент старухе на лицо стало рассыпаться как песок и ее не стало. Говорят, что дворник до сих пор посыпает этим песком горку, чтобы никто из детей не катался и не превратился в старика. Хорошая страшилка, не правда ли? Ну мы тут с Димкой посовещались и решили, каждой страшилке должна прилагаться смешилка, чтобы серия заканчивалась на позитивной ноте. Так что теперь можно не только пугаться, но и посмеяться. Приходит мужик в зоомагазин и спрашивает, у вас есть крокодилы? Продавец ему отвечает, есть. А двухметровой длины есть? Есть. А метровой длины есть? Ну есть. А полуметровой? Да есть какие хочешь. И длиной в 2 сантиметра тоже есть. Слушай, есть. Ты брать будешь? Неа. Все равно страшно. А метровой длины. Субтитры сделал DimaTorzok